Итак, Сирия. Доказательств причастности Башара Асада к химической атаке как не было, так и нет. Но Барак Обама готов пойти на международное преступление и нарушить устав ООН. Мировое сообщество не поддерживает план военного вторжения в Сирию, предложенный Обамой. Оно и понятно. Здравомыслящие политики не хотят ввязываться в конфликт с малопредсказуемыми, но при этом очевидно негативными последствиями. Темнокожему президенту не удалось склонить на свою сторону даже союзников по НАТО. Поэтому Барак Обама решил переложить ответственность за свое решение о военной операции в Сирии на конгрессменов и сенаторов. И пока политики готовятся голосовать за, милитаристские планы Белого дома встречают все меньше понимания у жителей США. У них возникают простые вопросы. Зачем Америке эта война? И почему Соединенные Штаты должны одобрить новые военные расходы, когда им надо сосредоточить все ресурсы на борьбе за восстановление своей экономики? Американцы не хотят, чтобы их президент, лауреат Нобелевской премии мира, начинал новую военную авантюру. Афганистана, Ирака и Ливии гражданам США охватило, но политики стоят на своем. Сенаторы на предварительных слушаниях одобрили проект сирийской резолюции. Окончательное голосование в Конгрессе состоится в знаковый для Америки день 11 сентября. Карты, деньги, томогавк. Гроза своих же самолетов и почетный военнопленный сенатор Джон Маккейн проиграл сирию в карты. В прямом смысле. Во время обсуждения сирийского вопроса в Вашингтоне американский ястреб тайком резался в покер на смартфоне, нанеся непоправимый ущерб имиджу Белого дома. Спустя всего пару часов сенатор запятнал честь звездно-полосатого флага еще больше, признавшись в Твиттере, что обыграть гаджет ему так и не удалось. Все эти заседания, слушания и расследования — это цирк, чтобы прессу отвлечь. Решение давно принято, и война неизбежна. Руки прочь от Дамаска. Такими выкриками сопровождались слушания по серии в профильных комитетах сената. Протестующих, которым чудом удавалось проникнуть на заседание, оперативно выводили. Их мнение, естественно, игнорировали. Согласно опросам, против вторжения в Сирию выступает до 85% жителей Соединенных Штатов. В крупных городах ежедневно проходят антивоенные акции, но Обама продолжает настаивать на своем. Мы твердо уверены, что химическое оружие было применено господином Ассадом, и мы хотим вместе с зарубежным сообществом адекватно на это ответить. Адекватный ответ в понимании Обамы – это сотни ракет «Тамагавк», выпущенных по территории Сирии. Согласно представленной в Конгрессе резолюции и вопреки заявлениям американского президента, бомбежка арабской страны не будет краткосрочной. Планируя вторжение, Обама, лауреат Нобелевской премии мира проявил невиданную кровожадность. Операция продлится от 60 до 90 дней. Известный физик, уроженец Витебска и Нобелевский лауреат Жарес Алферов даже предложил лишить темнокожего президента премии мира. Хорошо бы именно лауреаты Нобелевской премии мира инициировали такой процесс. Я удивился, когда Обаме присудили эту премию. Я не понимаю этого. Он не заслуживает Нобелевской премии вообще. Ее не за что было давать. По оценкам экспертов, ограниченные авиаудары обойдутся американской казне в сотни миллионов долларов. Неделя содержания одной авианосной группы стоит 25 миллионов. Это при малой интенсивности вылетов. Запуск одного томогавка съест полтора миллиона бюджетных денег. А если Соединенные Штаты обломают зубы о сирийскую ПВО и начнут наземную операцию, то расходы возрастут в разы. Во время афганской иракской кампании американцы тратили от 700 тысяч до миллиона 100 тысяч долларов на одного солдата в год оккупационных войск. То есть это оккупация, которая может совершенно обескровить бюджеты западных стран. Но в Вашингтоне нашли выход из этой непростой ситуации. Военную операцию США согласились проспонсировать нефтяные монархии Ближнего Востока. Это подтвердил госсекретарь Джон Керри. По сути, Соединенные Штаты выступят в роли наемника, готового убивать за чужие деньги. Документы по этому вопросу уже у нас. Многие из этих стран сказали, что если США сделают в Сирии то, что они делали раньше в других бедствующих государствах, в деньгах проблем не будет. Не сомневайтесь, что эти спонсоры посвящены в наши планы. Они знают, по какому сценарию будут развиваться события. Тем временем ООН жестко критикует милитаристскую позицию США. По словам госсекретаря Организации Объединенных Наций, вооруженное вмешательство в сирийский конфликт без соответствующей санкции Совета Безопасности будет расцениваться как международное преступление. Применение силы законно только в случае самообороны. Об этом сказано в Уставе ООН или при условии одобрения таких действий Советом Безопасности. Это принципиальная позиция Организации Объединенных Наций. В Белом доме заявления Пангемуна традиционно пропустили мимо ушей. Но ООН продолжает делать все возможное, чтобы не допустить кровопролития или хотя бы отсрочить его. Уже известно, что предварительные результаты работы миссии экспертов в пригороде Дамаска будут засекречены, чтобы избежать провокаций. А окончательные выводы специалистов ООН озвучить не скоро. Кстати, о доказательствах. В Глобальной Сети появилось документальное подтверждение фактов использования химоружия боевиками. По мнению военных экспертов, именно из таких невзрачных орудий боевики совершают обстрелы сирийских городов снарядами с Зарином. Смертельный газ, он находится в голубых баллонах, поставляется мятежникам из-за границы при содействии американских спецслужб. К сожалению, ни доказательства причастности боевиков к химатакам, ни связи мятежников с Аль-Каидой не остановят Белый дом. И пока жители США протестуют против бомбежек Сирии, все большее число американских политиков выступают за военную операцию. Итоговое голосование в Конгрессе назначено на 11 сентября. И шансы получить разрешение на войну у лауреата Нобелевской премии мира очень высоки. Америка пытается быть сильным государством, в этом нет ничего странного. Но эти люди из Белого дома возомнили себя богами. В Бога верим мы, и Он нас защитит. Сирийцам действительно остается надеяться лишь на Бога. Серьезной помощи ждать неоткуда. Югославия, Ирак, Ливия. Все эти страны были повергнуты в хаос под гробовое молчание мирового сообщества. С начала подогреваемого Западом конфликта из Сирии бежали 2 миллиона человек. Война с террористами затронула треть жителей страны. В Сирии назревает гуманитарная катастрофа. И чтобы предотвратить ее, необходимо более 4 миллиардов долларов. Но все деньги уходят на подготовку к войне. Сейчас из Дамаска продолжается эвакуация иностранных граждан. Покинуть территорию арабской страны рекомендует и МИД Беларуси. Юрий Козлов, Вокруг планеты.